Напомним, месяц назад собственники гаражей в кооперативе по улице Красной обратились к корреспондентам с просьбой о помощи. Тогда люди рассказали съемочной группе, что многотонники и легковушки паркуются прямо над их подземными погребами. Из-за чего плиты перекрытия провисли, вентиляционная труба в погребах и вовсе отвалилась. С призывом о том, что платную стоянку на территории кооператива нужно убрать, члены ГСК обращались и в прокуратуру, и в администрацию Южного округа, в Роспотребнадзор и в департамент градостроительства и земельных отношений. Тогда ответ чиновников обнадежил. Стоянку председатель Владимир Ромаданов обещал ликвидировать до 9 сентября. У нас есть предписание до 9 сентября, соответственно, к 9 сентября она будет ликвидирована платная стоянка. Сегодня съемочная группа решила попробовать поставить свой автомобиль на территорию кооператива. Как выяснилось, услуга не бесплатная и стоит она 60 рублей. Правда, уже позже оказалось, что деньги с водителя брать не собирались, а бесплатно всегда пожалуйста. Сегодня собственники гаражей по-прежнему стоят на своем, поговорить с председателем не получается. На связь не выходит, на вопросы не отвечает, а погреба продолжают приходить в негодность. Департамент градостроительства дал предписание нашему председателю до 9 сентября месяца убрать эту стоянку. В день 50-60 машин, черный нал. Предписание не выполняется. С погребом пользоваться никто из нас член кооперативы не может. Там ни в коем случае. Кроме того, беспокоит людей не только вопрос по поводу платной стоянки. В прошлом году за ремонт кровли председатель Владимир Ромаданов заплатил 660 тысяч рублей, рассказывают владельцы гаражей. Только крыши по-прежнему протекают. Собственники провели свое расследование и написали коллективное обращение в надзорный орган. Сейчас этим вопросом занимается прокуратура города. Факт подложных документов нами установлен. Мы эти документы подали в прокуратуру. Прокуратура на нашей стороне. Идет расследование. Но пока затяжное, нет почему-то. Вот у прокуратуры тоже просим помощи. Сами проверим, устранено или не устранено нарушение. В случае, если не устранено, будут подготовлены соответствующие документы и направлены в управление Росреестром для рассмотрения о привлечении к административной ответственности. Мы разъясняли, что все-таки здесь больше вопрос это спор хозяйствующих субъектов. И так как это общедалевая собственность, необходимо обращаться в суд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова